ОМТВЮА про Головне. Ряд из которых запрещен на территории России. Поэтому операционные базы ЦРУ это те рецепторы, с помощью которых американцы, во-первых, считывают информацию, поскольку Украина понятна в силу своих возможностей и коммуникационных, и связей межстрановых. Имеет определенные возможности для того, чтобы получать информацию про Россию. ЦРУ координирует этот процесс. Ну и, кроме того, развернутые системы радиоэлектронной разведки также позволили вооружить Киев разведывательной информацией, которая была необходима для выстраивания эффективной концепции противодействия России. Так они к нам запускают диверсионные группы, они признаются в этом открыто. Давайте почитаем эту статью и вы продолжите. Пост прослушки в украинском лесу является частью сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние 8 лет и включающей в себя 12 секретных объектов вдоль российской границы. Узкий круг сотрудников украинской разведки усердно обхаживал ЦРУ, и постепенно эти связи стали жизненно важными для американцев. В 2015 году генерал Валерий Кондратюк, тогдашний глава военной разведки Украины, прибыл на встречу с заместителем начальника резидентуры ЦРУ и без предупреждения передал пачку сверхсекретных файлов. Этот первоначальный транш содержал секреты о Северном флоте ВМФ России, включая подробную информацию о последних проектах российских атомных подводных лодок. «Вскоре офицеры ЦРУ стали регулярно выходить из его офиса с рюкзаками, полными документов. Мы поняли, что нужно создать условия доверия», — сказал генерал Кондратюк. «Отношения становились все крепче и крепче, потому что обе стороны видели в этом ценность, а посольство США в Киеве, наша база там, стала лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России», — сказал бывший высокопоставленный американский чиновник. «Мы не могли насытиться этим». Новый глава резидентуры ЦРУ на Украине стал регулярно посещать генерала Кондратюка. Вскоре после этого он запросил помощь ЦРУ в планировании тайной миссии по отправке спецназовцев ГУР в Россию для установки взрывных устройств на железнодорожных депо, используемых российскими военными. Если бы российские военные попытались захватить больше украинской территории, украинцы могли бы взорвать взрывчатку, чтобы замедлить наступление России. Когда начальник резидентуры проинформировал свое начальство, они сошли с ума, как выразился один бывший чиновник. Бреннан, директор ЦРУ, позвонил генералу Кондратюку, чтобы убедиться, что миссия отменена и что Украина соблюдает красные линии, запрещающие летальные операции. Генерал Кондратюк отменил миссию, но усвоил и другой урок. «В дальнейшем мы старались не обсуждать эти вещи с вашими ребятами», — сказал он. С 15-го года запускали на нашу территорию диверсантов американцев. Потом нам говорят, что война идет два года. Прошу. Ну, образовался такой вот своеобразный симбиоз, но ведь это для американцев далеко не первый опыт. Вспомним, как свергали режим Кастро, опять же, руками находящихся на содержании у американцев гусанов, мятежников. Та же самая ситуация с эскадронами смерти для борьбы с левоориентированными правительствами Латинской Америки. Точно так же американцы использовали террористические методы в сочетании с разведывателями. Мы видим сегодня повторение всей этой истории, но я бы, оттолкнувшись от этого, хотел бы в целом сказать, что надо усиливать, конечно, противодействие западным спецслужбам. Сегодня вновь актуален термин «главный противник». Это ЦРУ и МИ-6. Требуется серьезно перестраивать работу как российской разведки, так и, безусловно, российской контрразведке в противодействии этому главному противнику. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. В Европе в связи с принятием 13-го пакета санкций решили озадачиться, как их учреждения повлияли на российскую экономику. И выводы для европейцев и американцев неутешительные. По темпам экономического роста за прошедший год мы не просто не просили, а обогнали Евросоюз. Да и США, кстати, тоже. Да, во многом это связано с усилением ВПК, которым у нас подталкивает Запад. Но из-за тех же санкций пришлось активно подтягивать и другие отрасли российской промышленности, а кроме того, перестраивать торговые пути. Как Россия справляется с санкционной нагрузкой, и какие торговые и промышленные перспективы открылись перед нашей страной в рамках формирования многополярного мира? Обсудим с заместителем представителей правительства, министром промышленности и торговли Денисом Валентиновичем Мантером. Здравствуйте, Денис Валентинович. Здравствуйте, Валентинович. Но ведь это двухлетнее чудо, как его описывают западные экономисты, не могло появиться из ниоткуда. Что было сделано, какие принципиальные изменения были в структуре промышленности, в подходах, которые позволили нам настолько быстро нарастить выпуск и не только военной промышленности, адаптироваться к тяжелейшему изуму? Что взяли из советского опыта, а что это прям в день сегодняшний? Вы знаете, это, наверное, такой комплексный подход. Он связан с тем, что мы готовили наш оборонно-промышленный комплекс в предыдущие годы, модернизировали его, вкладывали средства в обновление основных фондов, повышали квалификацию работников предприятия и по рабочим специальностям конструкторов, инженеров, да и руководителей. То есть кадровый резерв, он формировался. Происходил процесс создания и окрупнения предприятий, формирования холдингов, интегрированных структур. Это способствовало концентрации. Вообще такая системная работа началась с 2007 года. 2006-2007 год, когда стали формироваться отраслевые стратегии, появляться стали первые интегрированные структуры. Это «Алмаз-Антей», тактическое ракетное вооружение, вертолеты России, объединенная авиастроительная корпорация, судостроительная. Ну, то есть так планово-планово формировалось. Ну, а если говорить про сегодняшнее время, особенно вот эти два года, ложатся на подготовленную почву. То есть 15 лет мы строили фундамент, и с него уже возможно было стартовать. Ну, конечно, по каким-то направлениям, например, по боеприпасной отрасли, ну, надо честно сказать, признаться, что мало уделяли внимания этому, имея в виду, что готовились и понимали, что, возможно, когда-то потребуется, но высокоточное вооружение. Там артиллерия, полевая артиллерия, она вряд ли будет востребована в современной жизни. Но оказалось, это не так. То есть сегодня это традиционные средства вооружения, и современные, такие, как дроны, и впв-дроны, и другие средства поражения. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok